Сура 87. Высочайший Аллах. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, славь имя Господа твоего, высочайшего. Произноси и вспоминай имя Аллаха, только возвеличивая и восславляя Его, и никого не называй Его именем, и не произноси имя Его, насмехаясь и шутя. Который сотворил все творения и затем соразмерил, придал всему свои размеры. Который определил то, что пожелал для того, кому пожелал, и затем направил его к тому, что он определил для него. И который вывел пастбище, взрастил травы и другие растения, и затем он сделал его сухим сором. Он делает так, что растения увядают и высыхают. Мы внушим тебе, о Пророк, чтение Корана, и ты его не забудешь. Кроме только того, что пожелает Аллах, чтобы ты забыл. Поистине, он, Аллах, знает явное, речи и деяния, и то, что скрыто, сокровенное. И мы облегчим тебе, о Пророк, к легчайшему. Облегчим все благие дела. Напоминай же, увещевай Кораном, если полезно напоминание. Ведь внемлет увещанию Кораном тот, кто испытывает страх перед Аллахом и отстраняется от него, от увещания, самый несчастный, неверующий, который будет гореть в огне величайшем, в аду. Потом он, неверующий, не умрет, не избавится от мучений в нем в аду, и не будет жить. Не будет ни на миг облегчено ему вечное наказание. Уже достиг успеха, спасся от наказания и вошел в рай тот, кто очистился от неверия и ослушания Аллаха, и постоянно помнил имя Господа своего, и совершал обязательные молитвы. Но наоборот, вы, о люди, больше предпочитаете жизнь в этом мире. Не совершаете то, что повелевает Аллах Всевышний, а устремляетесь к приходящим наслаждениям этого мира. А хотя вечная жизнь в раю лучше, чем эта жизнь, и длительнее, она вечна. Поистине, это, смысл рассказываемого, было написано и в свитках прежних, свитках пророков Ибрахима и Мусы. Во всех писаниях Аллаха указывалось на то, что вечная жизнь в раю лучше, чем приходящая жизнь в этом мире.